Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мне тут попалась на глаза одна поучительная книга. Называется «Святитель Кирилл. Архиепископ Иерусалимский». Поучения огласительные и тайноводственные. Москва. Синодальная библиотека. 1991 год. То есть, когда издавалась эта книга. По благословению Святейшего Патриарха Московского Евсея Руси Алексия II. Синодальная библиотека Московского Патриархата. От издателей. Книга, которую вы, дорогой читатель, сейчас держите в руках, сборник авторитетнейших в православии текстов, адресованы готовящимся ко святому крещению, а также уже сподобившимися благодатного действия Таинства Великого и Пренебесного. Автор слов огласительных и тайноводственных. Святитель Кирилл. Архиепископ Иерусалимский. Предположительное время их произнесения. Великая Четыридесятница. В практике Древней Церкви Великий Пост был подготовительным периодом перед крещением. Есть Светлая Седмица 347 год или 348 года. Тогда Святой Кирилл был еще пресвитером, в обязанности которого входило поучение новокрещаемых. С тех пор прошел много столетий, и хотя житийные сведения о святителе Кирилле весьма скудны, вот тут звездочка помечена и внизу написано, 350 или 351 год. Поставление на Иерусалимскую кафедру и последовавшие затем троекратные знания с нее эритиками и зложелателями, 381 год. Участие во Втором Вселенском Соборе, 386 год. По многим современным источникам 387 год. Блаженная кончина святителя в Иерусалиме. Его слова, прозвучавшие так давно в Иерусалиме и запечатленные письменной традицией христианства, сделали его имя особо почитаемым. Какимя великого наставника правой веры. Слова святителя Кирилла стали основой для многочисленных огласительных поучений и текстов православия. Многие катехизисы, появившиеся в России, прямо основаны на текстах тайноводственных и огласительных слов. Эта связь не случайна, ведь святитель Кирилл Иерусалимский, вводимый благодатным действием Духа Святого, в необычайно лаконичной форме сумел изложить догматическую основу учения Древней Церкви. Слова святителя Кирилла Иерусалимского были среди первых святоочеческих творений, переведенных на славянский язык. Об этом свидетельствует отрывок южнославянской рукописи XI века Хиландарские лески, содержащие конец III-го, начало IV-го огласительного поучения, а также хранившиеся до 1918 года в Синодальном библиотеке, ныне в Государственном историческом музее. Древнерусская рукопись конца XI-го, начала XII века, воспроизводящая почти полный текст и огласительных и тайноводственных поучений. Их первое печатное издание на церковно-славянском языке вышло в Московской синодальной типографии в 1772 году. В XIX столетии вышли в свет два русских перевода творений святителя Кирилла Иерусалимского. Первый из них, осуществленный Ярославской духовной семинарией, впервые был издан в Санкт-Петербурге в 1822 году. Второй увидел свет в серии творений святых отцов в русском переводе, издаваемой при Московской духовной академии. Том 25. Творений и живосвятых отца нашего Кирилла, архиепископа Иерусалимского. М. 1855. И последний раз был переиздан П.П. Сойкиным в Санкт-Петербурге в 1913 году. Как ни странно, но этот второй, поздний перевод представляется сейчас более архаичным в стилистическом отношении, нежели первый. И поэтому мы воспроизводим перевод творений святителя Кирилла Иерусалимского, сделанный в Ярославской духовной семинарии по изданию синодальной типографии М. 1900. Мы рады, что именно сейчас, когда многие наши соотечественники искренне стремятся к источнику воды живой, спасительным таинствам православной церкви, эта книга вновь выходит в свет. Да поможет она вкоренить в сердцах жаждущих евангельскую веру, соединенную с делами служения Богу и ближнему. Священник Борис Долиненко. 24 июля 6 августа 1991 год. Память святых благоверных князей и стратотерпцев Бориса и Глеба. Предисловие к первому изданию. Издаваемые ныне по учению святагов отца нашего Кирилла архиепископа Иерусалимского на славянский язык переведены были неоднократно, как свидетельствуют рукописи онных, находящихся в некоторых книгохранилищах, но напечатаны в первый раз в 1772 году в московской синодальной типографии. С давнего уже времени за расходом все книг онного издания, как священнослужители, проповедники Слова Божия, так и православные христиане греко-российской церкви лишались назидательного чтения сочинения сего великого учителя Восточной Церкви. Почему издаются онные ныне к удобнейшему уразумению на российском языке? Сколько для руководства служителей слова в изъяснении догматов православной христианской веры? Столько и для духовной позы каждого благочестивого читателя. Для тех, кои не имеют довольного сведения в церковной истории, занужно почтенно кратко здесь изложить предварительное понятие оглашенных и новопросвещенных, в котором были говорены сии поучения. В первенствующей христианской церкви были два рода людей, просветившихся крещением и желающие воспринять онное. Первые назывались верными, а последние оглашенными. Наименование оглашенных происходит от слова оглашение, по-гречески катехизис, то есть первоначальное наставление в догматах веры для желающего быть христианином. И потому те, коим преподаваемым было сие первоначальное наставление, назывались оглашенными. Различие их от верных состояло в том, что верные имели преимущество находиться в церкви при отправлении всех молитвословий, приобщаться в святых таях тела и крови христовых, слушать символ веры молитву Господню Отче Наш и поучение высочайших и сокровенящих таинствах христианской веры. А оглашенным не позволено было сего. Впрочем, и оглашенные различствовали между собою. Некоторые из них, по довольным испытаниям постоянного их желания принять веру христианскую, изъясняемы были тщетность языческого суеверия и общие догматы веры, как то о единстве Божьем, о суде и воскресении мертвых, с толкованием ветхого и нового заветов, но таинства святые троицы и символы таковых, якобы младенчествующих еще в вере, не открывались. Иногда им дозволяемо было входить в собрания верных, но при них никакая тайна и наипаче Евхаристия не совершалась. Тогда троекратным священнослужителям возглашением оглашенные издети высылаемые они были из церкви и затворяли за ними самые церковные врата при восклицании того же священнослужителя двери двери дабы ни слухом ни зрением не могли не участвовать в сих молениях с верными ибо святая для святых то есть для верных совершались при затворенных дверях говорит святой златоуст служим тайну непросвещенным же вход возбраняем в беседе двадцать третье на Матфея другие же из оглашенных будучи несколько наставлены в познании первейших истин евангельского учения приготовляли перед Пасхой к окрещению приготовляли себя перед Пасхой к окрещению к симпто оглашенным святой Кирилл говорил себе первое поучение называемое огласительными коим число оснацать тогда уже назывались они по большей части просвещаемыми и крещаемыми то есть готовящимся к принятию крещения преподавалось им полное и пространное изложение символа веры и наконец краткое толкование о таинствах со стороны же верных воссылались о них теплейшие и сугубые молитвы начиная от среды четвертой недели поста до великой субботы в который день сии оглашенные крещаемые были а тайноводственное поучение говорил был к новопросвещенным то есть к восприявшим святого крещения после Пасхи таковое наставление готовящихся к принятию крещения и восприявших онное происходило с большим чанем в Иерусалимской церкви нежели в других святого Кирилла Иерусалимский нежели в других святой Кирилл Иерусалимский первый всем роде учения не только превзошел всех но и другим показал образ преподавания христианских догматов достойный всякого подражания по учению всего знаменитого учителя в толиком были уважение на востоке что святые отцы не только руководствовались ими в проповедовании Слова Божия но и на арабский язык перевели онные любители древности равным образом не оставили переложить их на латинский польский и французский языки хотя славянский перевод всей книги сделан был весьма давно ибо она по свидетельству некоторых писателей и на польский язык переведена уже славянского но не был всем известен до издания в печать в 1772 году исправнейшего перед древним переводом онной ученными трудами преосвещенного Амвросия архиепископа московского напротив того некоторые почитали за истинное сочинение святого Кирилла Иерусалимского книгу напечатанную в Москве в 1651 году под названием Кирилл Иерусалимского о втором пришествии Христовом подлинно начинается на 15 огласительном поучении всего святого отца но с прибавлением столь странных толкований и мнений что всякий удобно может увидеть ее не принадлежащую святому Кириллу как по заключающимся в ней рассуждения о таких происшествиях коли случились после жизни его в течение более тысячи лет так и по приводимым свидетельствам церковных учителей святого златоуства и эпифания дамаскина феофилакта и даже российских патриархов кои без всякого сомнения не родились еще во времена святого Кирилла проповедовавшего около триста сорокого года по рождестве Христовым трудившись всем переводе на российский язык смиренно просят благочестивых читателей покрыть недостатки умного христианской любовью и снисходительностью искренне желая да и сей малый труд принесет обильный плод ищущим назидание духовного да благодать Божия оплодотворившая бога глаголевые уста святого Кирилла садила от сердца читающих сие поучения благословенную нивую возвратить возрастить на ней предлагаемые здесь чистые семена евангельского учения и сотворить приемлющих онные пшеницей во сто крат плодоносную и достойную собрание в вечную житницу Господа Жатвы Спасителя нашего Иисуса Христа Луки 3 глава 17 и Матфея 9 глава 38 стих Слава Тебе Боже наш Слава Тебе Продолжение следует Продолжение следует